В следующий раз приедут сюда не работать, придут сюда отдыхать. После двух дней поездок по туристическим местам Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по туризму Госдумы, обещал вернуться. Будучи на Алтае впервые, политик оценил разнообразие природы. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь концепцию этой территории, там степь, лес, горы. Но здесь каждый раз тебя ждет что-то новое. Развитие инвестпроектов в турсфере России выходные обсуждали в Алтайском крае, регионе, чей туристический потенциал ежегодно растет. В 2023-м субъект посетило 2 миллиона 300 тысяч туристов. Лидер по темпам развития число отдыхающих Белокуриха, где находится 17 курортов и единовременно может расположиться 5000 человек. При растущем спросе на внутренний туризм, гостиницы, базы, кемпинги необходимо классифицировать. В стране готовят к воду единый реестр места размещения и отдыха. Для того, чтобы, во-первых, мы вывели из серой зоны места размещения, чтобы люди, которые являются клиентами, чтобы они понимали, что там, где они размещаются, это место является, прошло все проверки, безопасность и всего остального. Плюс те средства коллективного размещения, которые находятся в реестре, и будет распространяться государственная поддержка. Переходный период, правда, может быть непростым. Так, в профильном комитете АКЗС предлагают увеличить его сроки. На оценку всех объектов элементарно может не хватить специалистов по аккредитации. А еще ввести систему самооценки для собственников категории «без звезд» для упрощения процедуры. Также на заседании обсудили роль малого и среднего бизнеса в развитии туробъектов. Алтай в этом плане – рекордсмен. 90% примерно сегодня участников этой подросли или сферы деятельности сегодня – это субъекты малого и среднего предпринимательства. В стране их доля ниже – почти 70%. Для них создают особые условия – зонтичные поручительства, когда нет или не хватает залога. По словам экспертов, МСП лежит в основе большого туризма. В составе таких комплексов всегда существуют магазины различные, прокатные оборудования, инвентаря, точки питания общественного, спа, барные комплексы. К примеру, в Белокурихе горные 70% инфраструктуры, которую создает сейчас, возьмут на себя МСП. На заседании отметили – малый и средний бизнес готов рисковать и заходить в особые экономические зоны, и это сильно поддерживает туробъекты. Однако в Минэкономразвитии уверены, что вместе с инфраструктурой нужно создавать и сами места притяжения туристов. Мы можем сколько угодно отказывать от меры поддержки, предлагать пригодные кредиты. Если в том месте, о котором мы говорим, нет туристического потока, там ничего не будет развиваться. А создавать новые точки притяжения будут помогать дополнительные средства. В 2025 году в Госдуме планируют продлить курортный сбор и в целом отдать его ввод на усмотрение региональных властей. Так как за время эксперимента Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край собрали около полутора миллиардов рублей. Все эти деньги пошли в бюджеты муниципалитетов. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.